Сергей, любая обрезка, любая прививка нарушает энергетическое поле. Привет Николай Георгиевич. Сергей, любая обрезка, любая прививка нарушает энергетическое поле. Так, Надежда Куприсова. Так, так, так. Благодарю за прекрасную книгу. Спасибо. Нашла ответы на многие свои вопросы. И благодаря вашему совету, воросит сад будет легче и просит. Вопрос, высылайте ли вы семена поле из побегоносного, можно ли купить его самиц или семена в регионе японского сахара. Ну, наши абрикосы, правильно это Ваулинск сравнил, неприятно, что наши абрикосы уже отечественные, все-таки основа, основа это дальневосточные мазорцы, да, называют отечественные. Вот, они по красоте во время святения практически наступают японской сакуре. А так, конечно, нет сакуры. Да, вилгила есть одно дерево, вилгила розовая. А, не обращал внимания, 20 лет, или там, 25, вот, отводков не дает, плодов не дает, наверное, можно укоренять. Ну, не пробовал, руки не доходят. Хотя, говорят, красота спасет меру. Вольно красивые у меня кусты. Семена поле из побегоноса я не высылаю. Если будете покупать, а в 90% что обмануть. Дело в том, что продают их якобы килограммами, я собирал семена полевицы, когда у меня сад был из-за рощи, полевицы, ну, как газоном, да, очень плотный терм, прям такой плотнючий, это было спасение. Вот, я, это самое, высылал семена, ходил вот так вот. Вот, но когда их собираюсь, собираюсь, собираюсь целый день, и получается 100 грамм, а людям высылают килограммами. Вот, то есть, уже они, они настолько мелкие, их невозможно собрать приличное, это, количество, да, я высылал спичными коробками, вот, и там их много. Ну, какими, это, сравно, пришлите 3 килограмма семян. Я дурел, потому что я за все годы столько не собрал. Потом я перестал их заниматься, вот, смотри, только на девушку не глядите, вот, вот она, полевица, вот так вот, не глядите, на девушку не отвлекайтесь. А так, вот она, полевица моя, и однажды такой был красивый у меня сразу, однажды, до одного года, мороза от 30 до 40, а ни одной снежинки, она взяла верхний слой замерз. Потом пошла из нижних слоев, у нее корневища вот такие, вот, вот, непроницаемые для мороза. Оттуда пошла, ну, уже пятнами какими-то смотреть, пройти. Ну, и все, я, короче, забросил это дело. Так, тираж очень мал, видимо, сейчас мало кто читает бумажные книги, все пользуются интернетом. Это опять кусочек этого. Я прицепил с того, что, это, всех взял, посмотрел, действительно тираж у моих книг мал. И, как это, и так как бы у меня ходит по голове, ну, что я, конечно, сейчас мало кто читает книги, все пользуются интернетом. Они-то пользуются, получается так, ну, спасибо, если Анатолий Позигон у меня 20 книг купит, это, конечно, это праздник практически, у меня за два месяца столько не покупают, за три. Вот. И получается, что, я уже реагирую на то письмо, да, у нас бедность, да, у нас незнание, равнодушие. Три фактора. Вот. И получается, что, записок еще много, брошюры вообще тысячи, вот, это вообще мое банкротство, как попробовать, продай. Теперь, есть электронный вариант. Лилия Горажева, привет, это вы мне сделали еще один вариант электронный. Так. И получается, и та, и та, но их никто не покупает.